Всем привет! С вами Кривуля Андрей Чарли и это продолжение первой части урока по Quixel Mixer. Начинаем с создания дороги. Первое, что обычно нужно сделать, это выбрать размер Plane, с которым вы будете работать. Мне обычно достаточно 2х2 метра. Но если это мир из World Creator, то там уже максимальный размер и свои хитрости. Сейчас я покажу этот размер, а потом имея готовый ассет, мы поменяем его на больший размер, более реальный и я покажу, как без особых сложностей подогнать все настройки под него. Итак, давайте нажмем на первую иконку напротив текста Add и добавим свежий Asphalt. Все Surface, относящиеся к дорогам, можно найти в категории Asphalt, зайдя в онлайн библиотеку. Их там очень много. Я в этом уроке использую Asphalt Fresh. Нажимаем на него, делаем настройки Download Settings и качаем. Как вы помните, в первой части урока я говорил The Working Resolution в Settings равный 1024. Поэтому текстура в U-Port может выглядеть чуть-чуть хуже, чем она и есть, но в любой момент вы можете поменять отображение. В самом Surface вы всегда можете настроить частоту мелких и крупных деталей в Height Intensity. Порог смешивания между ними с помощью Threshold. Далее можете сохранить пресет настроек Reflectance для Surface, который потом можно использовать на других ассетах. Достаточно нажать на Save Color as Preset, написать имя пресета и выбрать Save. Так как я уже сохранял такой пресет, выскочило предупреждение о его замене. Нажимаю Replace. Также в любой момент, вы можете поменять цвет Gloss и сделать асфальт более мокрым. Поменять Albedo, таким образом изменить цвет самого асфальта. Ниже следуют настройки смещения текстуры по осям X и Y, а также ее поворот. Последняя настройка позволяет делать тайлинг и как только вы отойдете от реального размера, миксер напишет с предупреждения об этом. Нажав на иконку скрученной стрелки, вы вернете дефолтное значение. Затем следует информация о размере ассета и возможность открыть его в онлайн-библиотеке. Для того, чтобы в любой момент, вы могли поменять настройки загрузки и разрешение текстуры. Дальше, с помощью второй иконки возле текста Add, добавляем декали. В онлайн-библиотеке их очень много и в первую очередь, я рекомендую обратить внимание на категорию Street. И здесь, вы можете скачать разные тротуары, а также декали для них. Я пожалуй начну с этой текстуры, так как она мне очень нравится. Как только вы добавите слой с декалями, по умолчанию будет включен тайлинг. Если он вам не нужен, выключаем тайлинг в вкладке Placement с помощью клика по Tile X и Tile Y. С помощью Rotate поворачиваем текстуру на 90 градусов и настраиваем смещение таким образом, чтобы она была с двух сторон. Сразу скажу, что это пример для разбора всех настроек. Чуть позже мы настроим более реалистичный вариант размера всех деталей нашей дороги. Кстати, сейчас мне не нравится, что тротуар сливается с асфальтом и хотелось бы бордюру на краях сделать чуть-чуть выше. Для этого я немного уменьшаю значение в Wrap to Base и настраиваю threshold смешивание. Таким образом, бордюра тротуара немного приподнялась и если повернуть свет, то увидим тень от нее. Напоминаю, что за качество displacement отвечает увеличение значения тисселяции в дисплее. Поставим его равным 10 и выдавливание будет более качественным. Но я пока уменьшу разрешение и буду все делать при оптимизированных настройках, а в финале включу 4k разрешение и увеличу данный параметр, чтобы увидеть, что у меня получилось. Как только вы добавите слой декали поверх основного слоя, у вас всегда будет возможность настроить смешивание между ними и выбрать три варианта. Просто смешивание по маске или расположение объекта выше или ниже основного слоя. Параметром threshold регулируем высоту декали, а радиусом силу смешивания. Также, вы можете настроить сохранение деталей и прозрачность слоя с помощью параметров preserve details и opacity. С помощью band edges можно настроить смешивание краев с нижележащим слоем. Далее следует параметр wrap to base и я думаю, вам понятно, к чему приводит его настройка. Ниже следует remove base details, который желательно ставить на максимум, если вы хотите удалить детали нижнего слоя и оставить только детали настраиваемого. Например, с тротуаром так и поступим. Также у этого слоя, как и у предыдущего, есть настройка интенсивности displacement, мелкие или крупные детали и порог смешивания между ними. Здесь же есть такая же вкладка reflectance с albedo, metalness и gloss. И ниже следуют те же самые параметры, как и у предыдущего слоя. Я немного перестарался с частотой мелких деталей, поэтому немного ее уменьшу и продолжим урок. Итак, то что у нас получилось, нужно как-то разметить, чтобы получить более интересный вариант в финале. Сейчас я ускорю видео, так как основы я уже рассказал и все последующие действия не нуждаются в комментариях. Но, если будут моменты, о которых я захочу рассказать, я обязательно это сделаю. Пока в бета-версии дупликата слоя нет, поэтому приходится снова выбирать декаль в библиотеке, чтобы создать его копию. Если вы заметили в Placement, я оставляю Tile X, чтобы управлять шириной полос разметки. Итак, первый ассет дороги готов. Единственное, что я сделаю, это уберу повреждения на полосах разметки. А для второго ассета наоборот их добавлю. Это будет первый материал, который мы будем смешивать с поврежденным вариантом в самом Unreal Engine и 3ds Max с помощью Vertex Paint. Давайте посмотрим, как выглядит материал 4k. Ставим тесселяцию на максимум и выбираем Working Resolution равный 4.96. Как видите, материал получился достаточно качественный. Для базовой дороги этого будет достаточно, поэтому заходим в файл и выбираем Export Library. В появившемся окне пишем имя ассета, выбираем категорию, выставляем разрешение, пишем теги и нажимаем Save. Затем заходим в Bridge и проверяем наличие ассета. Он должен появиться в кастомных материалах. Теперь можем приступить к созданию ассета разрушенной дороги с лужами. А этим мы займемся в третьей части урока. С вами был Кривуля Андрей Чарли. Нажимайте палец вверх, если вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А также включите колокольчик рядом с подпиской для уведомлений. И конечно же делитесь данным выпуском через кнопку поделиться. Всем мир!